Вы тут стояли, а вы тут не стояли? Нет, даже здесь много очень было. Да, то есть должны были вот пять стоять в один ряд, потом промежуток в круглой лестнице и четыре. То есть вы сделали вот этот эскизный проект, то есть красиво, красиво все как бы. Причем не только я, а все девять человек пострадали. Ну то есть каких-то возражений, что это вот в более каком-то красивом виде будет, не было получается. Не было, все кустраиваются. А в чем тогда претензии до вас? Претензии в том, что... Мы просто сам факт существования не выстраивались, что будет стоять. Как Сетенков говорит, вот он даже на видео везде говорит, что я не вижу тут павильона. Вот он не видит тут павильона. То дорога сужается, то еще что-нибудь. А мы уже под павильон и так урезали свои три, то есть вагончиками сделали. То есть чтобы не квадратные были, а чтобы мы вошли в этот промежуток, чтобы... Так, и дело даже в том, что он не видит павильонов, да? Мы, допустим, столько лет уже занимаемся всем этим делом, и нас просто лишают работы. Вот скажите, мы возрастные, вот что нам делать? Фактически вас на обочину куда-то выбрасывает он, правильно? Хотя вы, ну так, рабочие места создают. Конечно. Налоги платят. Самые тяжелые времена... Наверное, аренда какая-то с вас еще в муниципалитете выступает. Да, не какая-нибудь, а очень хорошая аренда. Поступает. Плюс услуга, которая там, услуги, товары, которые... Так я и говорю, мы начали в 90-е годы, как говорится, у нас на полках не валялось ничего, простите. Мы начали одевать людей, кормить людей, кто как мог. И так и выжила наша Россия. А сейчас мы стали не нужны... Нам продлили пенсионный возраст. Получается, не нужны кому? Да. Он был конкретным каким-то градоначальником. Да. Вот именно. Я понимаю. Тут тоже не жаловался. Большие города. Где там проспекты? Там понятное на фоне. Но тут периферия. А там тоже непонятно. Да. Ну тут мы просто выживаем здесь, выживаем. В больших городах обычно как? Один павильон сносят, потом через полгода другой правильный павильон появляется, который администрация уже... Это правильный предприниматель. Да. У нас вот, допустим... Это элемент коррупции какой-то уже. Да. Карево, где большой магазин-то вот этот вот. Там уже два павильона поставили на площади. Я ехала вчера, у меня чуть-чуть глаз не выпало. Ну и что будем делать там? Ну и нам что делать? Мы в районе федерации написали. Нет, а мы дальше пойдем.